Вот я не знаю, сталкивались ли вы, проводили ли вы какие-то эксперименты или наблюдали ли когда-то за тем, как себя ведёт крыса, загнанная в угол в лаборатории. Но если вы знаете, то расскажите, как себя ведёт всё-таки крыса, загнанная в угол. То есть, Владимир Путин, как он это описывал в своей книжке. И что с такой крысой делать, кстати? Когда я учился в медицинском институте, то на микробиологии мы всё-таки заражали не крыс, а мышек, белых причём, которые являются прекрасными, безобидными существами. И наши девочки там плакали, когда, ну там, условия лабораторная работа. Берём мышку, там инъекции каких-то вирусов, внутри брюшины делаем инъекцию, жалко их просто. Крыса – существо гораздо более агрессивное. Это, наверное, с теми, кто не сталкивался с реальными крысами, а я сталкивался в детстве, там во всяких свинарниках, мы их наблюдали. Вот, ну, все читали 1984 Оруэлла, да, и вот оттуда вот эти все аналогии. Ай, в нашей с вами ситуации крыса-то очень трусливая, и мне кажется, что вот эта боязнь загнать эту крысу в угол, она превалирует над возможностями этой крысы к сопротивлению. Мы же что с вами видим? Мы видим, что его очень откровенно и сильно боятся. Наши западные партнёры, которым мы очень благодарны, но они боятся. Ну, там очередное заявление госдепа, да, вот здесь. Я сначала опять подумал, что это неправильный перевод, но перевод оказался правильным. То есть, то, что Северная Корея, по сути дела, не какими-то наёмниками, а именно своими регулярными войсками вступает в войну на стороне России, не приведёт к дополнительным ограничениям для использования американских вооружений. Мне другое понравилось, когда они сказали, что украинские военные, военные, ВСУ, имеют право, если северокорейцы зайдут на территорию Украины, открывать по ним огонь. Нет, мы ещё спрашивать будем, что будем делать, когда нас будут убивать пытаться. Понятно? Это фантастика. То есть, по идее, весь мир, ну, как бы цивилизованный мир ждал заявление, ага, поскольку идёт эскалация конфликта и Северная Корея включилась в войну, значит, можно вот по складам, да, то, о чём мы говорим уже много-много месяцев, можно бить ракетами. Они говорят, не-не-не, они вступили в войну, но мы не введём в связи с этим для вас, украинцев, дополнительных ограничений. Но что делать с крысой, скажите? Принуждать, только принуждать, только силой, только принуждать к миру заключению договора на тех условиях, которые будут приемлемы для Украины. А мы знаем эти условия. Андрей Анатольевич, кто-то говорит, будет мобилизация, кто-то говорит, не будет мобилизации в России, что Путин этого очень сильно боится и из-за этого проиграет. Даже Гиркин говорит, что Путин боится мобилизации, на неё пока не пойдёт. Но очевидно, что мобилизация дополнительная, это огромное количество с российской стороны убитых и тяжелораненых. Вот на ваш взгляд, потому что цифры огромные, по большому счёту 650 тысяч потерь с российской стороны. Вот какая должна быть цифра, чтобы система военных госпиталей в России, система здравоохранения в России действительно встала, и эта мобилизация просто бы заглохла сама по себе? Какая цифра должна быть? Ой, вы знаете, очень трудно об этом говорить. Можно говорить о том, что, собственно, ведь полномасштабная агрессия началась сразу же после выхода, по сути дела, из ковида. А вот ковид, сама пандемия и эпидемия, ну, часть пандемии – это эпидемия внутри любой страны. Вот эпидемия внутри России очень здорово послужила своеобразным тренингом, своеобразным учением для учениями для системы здравоохранения, когда целые госпитали были построены, целые госпитали были перепрофилированы для лечения пациентов с ковидной инфекцией. И, по сути дела, сейчас мы имеем то, что мы видим – это перепрофилирование некоторых гражданских отделений, это же не только военные госпитали работают на войну в России, перепрофилируются гражданские отделения и на оккупированных территориях, и на признанной территории России – это, допустим, Краснодарский край, Ростовская, Воронежская область, города Санкт-Петербург, Москва, другие крупные расположенные восточнее туда города – это перепрофилируется. И я думаю, что пределов этому перепрофилированию нет каких-то пределов. Это может быть и миллион раненых. Ведь что в этом случае делается? То отделение, которое работало на гражданские нужды, начинает работать на нужды военные, а гражданские подождует. То есть это все связано со стагнацией плановой помощи и экстренной в том числе для гражданской помощи. Тогда получается смертность гражданских в России будет многократно возрастать? Да, конечно, но сейчас там же статистику закрыли, там вообще не знают, сколько населения в Российской Федерации. Ну, потому что и границы размыты, и это все закрыто, поэтому, конечно, будет возрастать. А кто их холопов-то считает? Хорошо. Тогда мобилизация, на ваш взгляд, будет? Она не заканчивается. Пока в этом, как я вижу, никакой необходимости нет. Почему? Потому что есть и идиоты, по-прежнему существуют. Они же подрастают с каждым годом. То есть война идет, и те, кому было 18 на начало войны, сейчас 20. И он видит, что перспектив никаких нет. Пойду-ка я по контракту. То есть это поросль с одной стороны подрастает, с другой стороны, мы видим, появляются такие прекрасные союзники, откуда можно черпать живое мясо. Это Северная Корея. Какая там армия? Там что-то она в миллионах измеряется. Миллион армий, мобилизационный потенциал 6 миллионов. Ну, вот-вот. Поэтому Ким Чен Ыну, как бы ему не жалко своих. Он их считает, что он их тренировать будет. Поэтому я думаю, что пока никакой новой волны мобилизации в России не будет. А она будет продолжать носить такой медленный, тягучий, поглощающий людские жизни характер. Я недавно общался с Михаилом Касьяновым, с бывшим премьер-министром России. Он написал очень важную, как по мне, статью в новой газете, которая называется «Условия транзита». Я всем советую ее читать. Она действительно стоит внимания вашего. И он там отмечает две очень важные составляющие. Что после окончания войны, и как бы она ни завершилась для Путина, вот режиму Путина, в принципе, конец. Вот конкретно Путину конец. Но после этого у России начинаются две проблемы. Первая – бунт элит. Это элиты, которые сейчас существуют в России. И это экономический кризис. Потому что все эти военные предприятия, которые создавались, где работают в трейсмены эти рабочие, они перестанут быть нужны. Однако война – это еще и огромное количество людей, которые являются инвалидами, лишенные конечностей. Тогда мы с вами когда-то это обсуждали, что было в 40-х, 50-х годах прошлого века. Что этих людей отправляли в Освоясе за пределы Москвы, за пределы Питера, Ленинграда, тогда за пределы огромного количества российских центральных городов, чтобы не мозолили глаза. Что ждет этих российских коллег, послевоенных коллег, послевоенных инвалидов в России? Какая судьба их ждет, чтобы и эти люди, все, которые подписывают сейчас контракты, прекрасно понимали, прослушав наш с вами разговор, надеюсь, а что их ждет? Какова их будет судьба в дальнейшем? Ох, я даже, самые вот для них пессимистические прогнозы могут оказаться уж слишком оптимистичными. Почему? Потому что нет в России заботы о людях, не будет ее и с окончанием войны. Даже представим, вот давайте представим такой вот необычный сценарий. Свершается прекрасная Россия будущего. Этой иллюзии я вообще в это не верю. И я думаю, и очень бы хотелось, чтобы на территории России было много разных государств. Тогда будет шанс на то, что империя будет дезинтегрирована и ментально в том числе. Ну вот представим, вот эти вот наши оппозиционеры движению военного сопротивления, они же все мечтают о прекрасной России будущего. Вот случилась прекрасная Россия будущего. И там миллион двести реальных тяжелых инвалидов. Им будут говорить, вы наши герои, вы сложили свои, если не головы, то руки, ноги. За что? Это даже не афганская война. Они никому не будут нужны при любом раскладе. Если это будет режим сходный или путинский, или сходный с ним, или, о чем говорит Михаил Касьянов, там будет длительный переходный период, будет не до них. Если вдруг случится демократический режим, то они тоже нафиг никому не будут нужны, потому что они оккупанты и захватчики. А это же очень тяжело, тяжело жить без руки, без ноги. И еще тогда, когда инфраструктура к этому не приспособлена, а с каждым годом ты стареешь, у тебя появляются другие болячки какие-то. И это накладывается на физические дефекты. И если после окончания Второй мировой войны всех этих несчастных можно было куда-то выселить, то сейчас открыто информационное пространство. И они все будут на виду, они все будут на слуху, от них не удастся спрятаться тем, кто не замечает войну на сегодня. Поэтому я думаю, что это будет общество социальных катастроф, социальной полнейшей дезинтеграции, бандитизма и окончательного распада ментального, морального, этического, пока это не придет в какую-то сбалансированную норму. Как и после советско-афганской. Вы правы. Но сейчас интересная новость проскочила. Начались не то, что бунты, а такие, знаете, как похищение масла в российских магазинах. Стали красть масло, оно подорожало на 25% за последние несколько месяцев. Вот это о чем говорит вам? Как социальные явления. Это же не просто, когда люди... Это же такой тихий бунт. Это же такое тихое недовольство. Это же попытка на самом деле вытащить то, чего уже у тебя давно не было. Что называется спорочки. Что дальше? Ну да, это просто яркие проявления деградации экономической. То есть у Путина хватает денег, и хватит очень надолго, чтобы вести эту кровавую войну, но у него нет денег на здравоохранение, расходы сокращаются, и инфляция ведет к тому, что продукты питания некоторые начинают необоснованно дорожать, некоторые исчезают. Ведь уже была такая проблема с яйцами, когда они поднялись в цене. Потом удалось что-то перебить поставками из Турции. Сейчас, как я понимаю, слава богу, израилетяне разбомбили ракетные... заводы по производству ракет в Иране, но сельскохозяйственные предприятия там поставлены, поэтому сейчас российское правительство спешно заключает договоры на поставки масла из Ирана. Это все знаки большой беды, которая подкрадывается, но, к сожалению, не так быстро, как бы мы с вами хотели, чтобы остановить эту войну. Бунт рано или поздно этого среднестатистического путиниста в России обывателя, он будет, на ваш взгляд, или его ждать не стоит? Сто процентов это будет, но это не значит, что будет такой всероссийский бунт. Мы вот как на первомайскую демонстрацию ходили в свое время, так вот путинисты выйдут свергать режим Путина. Нет. Поскольку российское общество не существует как таковое, оно дезинтегрировано, в том числе и в своей пропутинской части, это будут, с моей точки зрения, локальные вспышки. Вот там сейчас где-то в Телябинской области устроили цыганские погромы, хотя еще совершенно не доказано, что именно вот эти вот цыгане убили женщину-таксиста, но уже и власти включились, там мы проводим рейды и так далее. Это будет выражаться в том, вот это вот недовольство, и вот эти бунты, они будут носить везде какой-то локальный характер. Они не будут объединяться в некое движение по всей стране. Да не будут громить к чертовой матери, все до чего дотянуться. Пока не взорвется все. Андрей Анатольевич, два последних вопроса, если можно коротко, не так много времени до конца эфира. На ваш взгляд, будет ли улица в России Дадина? Или там будут стоять бюстики Путину и Сталину? В настоящее время, конечно, никаких предпосылок для того, чтобы улица Ильдару Дадину существовала, никаких предпосылок нет. Даже на той стороне, которая называет себя «светлой», очень мало кто выразил соболезнования. Опять же, если мы говорим о политических движениях, это только Форум Свободной России, Пономаревский съезд, движение Роспартизан, и все. И больше никакие политические движения не выразили даже соболезнования в связи с кончиной одного из героев Украины, которым является Ильдар Дадин, одного из многочисленных героев Украины и одного из немногочисленных героев России, той России, которая не существует, но о которой мы думаем, что где-то, может, каким-то осколочком она и будет потом существовать. Нет. Пока таких предпосылок нет. Но если мы с вами в какой-то стране, которая на территории современной России, мы увидим улицу Ильдара Дадина, можно будет с этой страной вести любые нормальные отношения. Последний вопрос, Андрей Анатольевич. Вы помните случай из своей практики вот за последние практически три года войны, большой войны на самом деле, и намного больше этой войны, который вас заставил заплакать? Очень сильно. Ну, это очень личный вопрос. Да. Я отвечу так коротко. Вы, когда это ощутили, что вы подумали о Путине и России в этот момент? Вы знаете, ну, наверное, что-то нового не прибавилось. Ну, вот это ощущение... Это очень сложно. Нет одного слова, которое описывает вот все эти эмоции. Это смесь ненависти, презрения, ощущение некой годливости. Ну, вот что-то так. Ну, вот и все время вот это вот... Иногда презрение доминирует, иногда ненависть доминирует. Но никаких положительных эмоций, конечно, тут не возникает. И я не литератор, мне очень тяжело описать то, что происходит в моей душе. Но прощения этому нет. Прощения этого не будет. И со своей стороны, сколько бы я ни прожил, я никогда этого не забуду. Я не забуду те случаи, которые меня... Опытного хирурга, который видел множество смертей, потому что я травматолог, а травм в течение своей жизни... Я не забуду те случаи, которые заставили мои глаза быть мокрыми в Украине. Я не забуду тем, кто это организовал. Никогда не забуду. Друзья, большое спасибо, что все это время вы были с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Андрея Волны. Оставляйте как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой. И кликайте на все возможные колокольчики для получения уведомлений о наших видео. Их будет больше, больше и больше день ото дня. Андрей Анатольевич, большое спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо вам за приглашение. Всего доброго. До новых встреч. Пока.